Пока еще мальчишки, но в будущем танкисты, морпехи, бойцы ОМОНа. Эти парни уже выбрали профессию. Ветераны СОБРа на уроки мужества делятся с кадетами личным опытом. Дети к нам тянутся, они не просто тянутся, они радуются. Мы показываем им учебное оружие, рассказываем, для чего оно. Не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать свою Родину. Бойцы СОБРа обеспечивают внутреннюю безопасность. Главная задача подразделения – задержание особо опасных преступников. И потому очень важны физподготовка и профессиональное владение навыками рукопашного боя. Все бойцы в масках, их лица не должны попасть в объектив камеры. Вперед, пошел. Руку вперед. Защита от удара ножом сверху. Самое интересное для экскурсантов – боевой тир и показательное выступление. Так СОБР работает во время спецопераций. Здесь же выставка оружия, с которым бойцы ходят на задания. Уникальная возможность разобрать и посмотреть, как устроены винтовки и автоматы. Подержать их в руках и сфотографироваться. Кадетам рассказывают, чтобы попасть в СОБР, нужно отслужить в армии, иметь высшее образование и отличную физическую форму. Отбор очень строгий. Сюда принимают не всех. Некоторые, если первый раз не сдали, приходят второй раз, третий. Если у него есть стремление, он не остановится, достигнутый. Он будет идти, идти, идти. Потому что он без этого жить не может. Мне довелось посвясливость сдать с первого раза. Тяжело было, но, конечно, хромал две недели, но поступил. Возможность пострелять есть и у кадетов. Правда, по виртуальной мишени. Такие мероприятия, они как раз подготавливают людей к чему-то. Например, к боевым действиям. Вот нападут, что ты будешь делать. Ага, самооборона, знаешь, молодец. Все, смог кого-то защитить и сам защитился. Военные говорят, было бы неплохо, если бы после такого урока мужества кто-то из нынешних кадетов в будущем пополнил ряды СОБРа. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Алина Чемерис, Константин Головин. Алина Чемерис, Константин Головин. Константин Головин. Продолжение следует...